За долги повесят. Эти баннеры повсюду. Обещание казни порядком взбудоражило город. Когда я увидела, у меня был шок. Ничего положительного, ничего хорошего. И мне за наш город очень-очень обидно. Ну неправильно, потому что сама формулировка не русский язык. Это жаргон. Новое слово в рекламе принадлежит коммунальщикам. Жители города задолжали им 350 миллионов рублей. Тем, кто не платит, звонили домой, вывешивали в подъездах списки должников, не помогает. Зима на носу, надо готовить городское хозяйство к холодам, а денег не хватает. Я всем привожу простой пример. Когда мы в магазине покупаем хлеб, мы за него платим. Не бывает такого, что ты взял в магазине хлеб и ушел домой. Это называется воровством, если это происходит. Но, к сожалению, в жилищно-коммунальных услугах все далеко не так. А люди считают, что можно не платить и ничего за это не будет. Это неправда. Город должен знать своих неплательщиков в лицо, решили в компании. И публично пообещали. За долги по жилищно-коммунальным услугам повесят на счетах города фотографии должников. Вот только часть текста на баннерах написали крупным шрифтом, а часть мелким. Сразу и не разглядишь. Экспертный совет по рекламе рекомендовал плакаты снять. Что касается рекламы, что долги повесят, то она несет признаки неэтичности. Она оказывает психологическое давление на категорию граждан, которые по тем или иным причинам, неважно по каким, для рекламодателей, не в состоянии вовремя оплатить свои счета коммунальные. И вот без разбора, без привязки к причинам, конкретным обстоятельствам, некая угроза, некое давление оказывается. Коммунальщики пообещали к рекомендации прислушаться. И действительно, перешли от слов к делу. Точнее, от слов к фотографиям. На улицах города уже появились портреты трех злостных неплательщиков, которые задолжали за коммунальные услуги от 9 до 30 тысяч рублей. Коммунальщики обещают, на их месте может оказаться любой, кто не платит за тепло и воду. Место публичной казни – центральная улица города. Нужна ли такая аллея славы? Мнения жителей разделились. А куда людям-то деваться, если с работы ничего не получается и денег нет. Вешайте, тут пол города перевешивают. Ну пусть ему стыдно будет. Почему другие люди должны страдать из-за того, что кто-то не платит, а кто-то платит. Тех же бабушек взять, а не последнюю свою пенсию тратят на эту же квартиру, а эти злостные неплательщики ничего не делают. Живут в свое удовольствие, грубо говоря. А вот в антимонопольной службе ситуацию оценили однозначно. С точки зрения закона – это вторжение в частную жизнь. По предварительной оценке, авторы плакатов нарушили сразу несколько статей Конституции, Гражданского кодекса и закона о рекламе. Не исключено, что дело будет передано в прокуратуру. Коммунальщики, призывающие жителей не доводить до суда, сами могут там оказаться. Дарья Иванова, Роман Серебренников и Татьяна Волкова. Приволжское бюро ТВ-центра, Нижегородская область, Дзержинск.